Всем огромный привет! Рада приветствовать вас на канале Ванила Мария. Обратите внимание, что никнеймы пишутся с тремя буквами L и без пробела. Сегодня у нас будет макияж. Макияж осенний, бюджетный, также с использованием актуальных трендов на осень 2016 года. Я постаралась для вас использовать новинки в макияже, показать, как они работают. Также вам расскажу о своих новых кистях. И, в общем-то, видео такое насыщенное будет с макияжем, с новыми продуктами, с их тест-драйвом. Оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Начинать наш макияж мы будем, конечно же, с нанесения тональной основы. У меня Альянс Перфект Люме, это тональная основа от L'Oreal, она со светоотражающим эффектом. По-прежнему актуальна здоровая сияющая кожа, и именно поэтому я решила выбрать для своего осеннего макияжа тональный крем со светоотражающим эффектом. Кстати говоря, для нанесения тональной основы я сейчас использую кисть от Vali Redi. Я сделаю вам отдельный обзор на мои любимые кисти. Ну и сегодня немного расскажу. В общем, это такая вот небольшая дуофибра, а-ля дуофибра от MAC. Мне, кстати говоря, очень нравится для нанесения тональной основы, а еще больше мне нравится для проработки всяческих зон под глазами. Потому что, на самом деле, за счет того, что она очень небольшого, удобного такого размера, я бы не сказала, что она небольшая, она именно как раз-таки такая, как нужно. Потому что, с одной стороны, вы не так много времени тратите на проработку всего лица, а с другой стороны, она достаточно маленькая, чтобы залезать в эти всякие вот такие вот труднодоступные зоны. Я, в силу того, что плохо монтирую достаточно все-таки, до сих пор мне стыдно признаться, но я действительно очень плохо монтирую, вы это прекрасно знаете, я поэтому не особо люблю макияж свои именно записывать без своих болталок, потому что потом по итогу все это очень некрасиво получается на монтаже. И лучше я с вами еще и поболтаю немного. Вы мне напишите, пожалуйста, в комментариях, какой формат именно макияжа вам больше всего нравится, когда блогер с вами разговаривает, и вы как будто вместе краситесь или еще что-нибудь в этом роде, или когда блогер сидит там под музыку быстренько-быстренько на ускоренной промотке, все показал, все нанес, и вы так как бы, окей, записано. Сделаем макияж Ким Кардашьян в бронзовых цветах по этой схеме. Консилер мы также будем использовать от L'Oreal, это Mute Mesh BB консилер. Мне его дали когда-то в подарок, и как-то вот я редко использую его, но иногда его персиками потом крайне кстати. В общем, сейчас растушевываю уже консилер этой же кистью, поэтому, в общем, кисть очень удобная, и прям для меня на самом деле мастхебная стала, потому что она действительно очень хорошо распределяет продукт, очень хорошо прорабатывает ей все зоны на лице. Для контурирования я буду использовать сегодня мастер-контур от Maybelline. Недавно в своем обзоре на косметику Maybelline, если вы не видели обзор на косметику Maybelline, то ссылка будет наверху. Я рассказывала уже об этом продукте, о том, как он мне нравится, и в ближайшее время на канале выйдет также обзор-сравнение с палеткой контурирования, которая вышла недавно от L'Oreal. Но я, честно, для себя, наверное, больше все-таки люблю именно этот стик. У меня он в 0,1 оттенке, я вам советую выбирать 0,1 оттенок Light. Для растушевывания буду использовать Button Brush от Real Techniques. Я эту кисть больше раньше любила именно для тональной основы, но сейчас я использую больше именно с целью растушевывания, скульптурирования на своем лице. Плюс данного продукта от Maybelline, что он растушевывается практически в ноль, дает очень натуральную, очень приятную тень на лице. Плюс еще для таких людей, как я, которые не очень долюбливают, скажем так, пудру, он прекрасно ложится на лицо именно на тон. И в конце вы можете, конечно, закрепить и припудрить, но... То есть нет какой-то такой прям навязанной необходимости в пудренных продуктах, как это, допустим, будет с сухим скульптуром. То есть если вы любите тональную основу, какое-то с сиянием, не с матовым эффектом, и при этом вы сделаете сухое скульптурирование, то вы рискуете на своем лице получить не очень красивые пятна. Далее я все-таки закреплю сегодня пудрой, дабы мой макияж был полностью закончен. И использовать я буду пудру от Pupa. Это их знаменитая запеченная пудра из серии Luminis. У меня пятый оттенок, он, по-моему, у них самый такой нейтральный. И использовать я буду также кисть от Valery D. Это такой аналог кисти от MAC. Во-первых, она не набирает много продукта. Во-вторых, она очень хорошо распределяет его по лицу за счет своей формы. Это с ней эффекты перепудренности. Мне очень нравится эта кисть. Это прям вот действительно для меня must-have. Я даже пудрой стала пользоваться именно после появления у меня этой кисть. Для бровей я буду использовать сегодня помаду от Ardell. У меня в оттенке Dark Brown. И новую свою кисть от Essence. Еще ни разу не пользовалась. Это новая их коллекция. Они выпустили, в общем-то, коллекцию для бровей. Коллекция для бровей от Essence. Само все уже забавно звучит, но кисть я решила попробовать. Победительница конкурса. Самая актуальная брежневская бровь готова. И переходим к моему яжу глаз. У меня сегодня будет палетка The Nudes от Maybelline. Будем использовать сейчас для складки самый незатейливый оттенок. Вот он. И вот такую вот пушистую кисть. У меня это Smashbox. Очень, кстати, клевая кисть. Мне нравится. Даже несмотря на то, что она достаточно большого размера для моего века. Следующим шагом берем вот такой вот карандаш. И берем темный коричневый оттенок из палетки. И аккуратненько подводим нижнюю, нижний века до трети. Вот здесь. И также наносим оттенок в уголок. Далее растушевываем все с помощью кисти копытца. У меня также от Valer D. Это просто для меня кисть бомба. Она делает все идеально. Далее берем любую плоскую кисть. Используем вот такой вот нижний молочный оттенок. Это у нас будет основной цвет нашего подвижного века. Также можно чуть-чуть его добавить под бровь. Далее пушистой кистью все растушевываем аккуратненько. Все вместе теперь. Также решила добавить немного блеска в сам уголок глаза, чтобы макияж был хоть немного более нестандартным, скажем так. Использовать буду вот этот оттенок. На самом деле он абсолютно бесполезный. Я его использовала всегда исключительно вот для таких целей, чтобы добавить чуть-чуть блеска в уголок глаза. Что как оттенок на все века, это, конечно, вообще не вариант. Практически готово. Далее используем мягкий карандаш. У меня от L'Oreal для того, чтобы прорисовать водную линию и без листичное пространство. Немного растушуем линии роста ресниц. Я использую смесь вот этих двух оттенков, коричневого и черного. И вот такую вот плоскую кисть. Я уже закончила с глазами. После растушевывания своей стрелки я нанесла тушь. Я использую базу от Evelyn. Это So Slash Booster. И также я использую сейчас тушь от L'Oreal, So Couture. Сейчас наносила ее на реснички в один слой после вот этой вот базы. Эффект обалденный. Очень красивые, как будто натуральные реснички. При этом они очень пушистые, очень объемные и длинные. Для завершения нашего макияжа буду использовать румяна от Max Fact. У меня запеченные румяна в оттенке 20 Lavish Moif. Это был мой фаворит прошлой осени, когда я их купила. Просто была в восторге. И до сих пор я считаю, что это лучший оттенок румян среди бюджетных. Осенний такой оттенок. Мне она очень нравится. Помаду я буду использовать сегодня от Maybelline. Это их новинка, Maybelline от Liquid. У меня оттенок 0,5 Nude Flash. Я думаю, что это идеальный как раз оттенок. Будет нюдовый на осень. Вот такой бюджетный осенний макияж у нас получился. У нас розовый, пыльный тона. Также очень классические глаза. Потому что это все-таки дневной макияж. При этом все-таки выделена линия роста ресницы. Ваши реснички кажутся более длинными, более пушистыми за счет нашей межресничной стрелки. Если вам понравился этот макияж, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на меня в соцсетях, в Instagram, в Periscope. Помните, что никнейм пишется с тремя буквами L и без пробела. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие оттенки вы любите использовать в осеннем макияже. Всех вас люблю, целую. До скорых встреч в следующих видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»